У нас с вами сегодня необычное такое явление, во-первых, и сама трансляция так не совсем, может быть, кому-то обычно и привычно, и сам формат работы с карандашом, с простым вот этим инструментом, как элементом, ну, получается, арт-терапии. Мы можем использовать этот элемент как дополнительная такая наводка для своего здоровья. И сегодня с помощью этого карандаша я хотел вам показать вообще сам принцип, как можно использовать этот инструмент, переключиться совсем на другой тип, скажем так, ну, работы со своими структурами, в том числе и тонкими, и душевными, и самыми такими вот, где-то, может быть, даже простыми способами быстро-быстро-быстро делать какую-то коррекцию. В данном случае сейчас о коррекции я имею в виду, это как раз, когда надо быстро сменить какое-то остро мешающее какое-то качество. Например, там, может быть, это боль, это эмоциональная какая-то вспышка, это какой-то внутренний какой-то момент конфликта, вот что-то остро мешает, как заноза, это можно быстро переправить даже с помощью карандаша. Если так брать историю, которая всем наверняка знакома, вот наверняка какие-то были тяжелые моменты, которые надо как-то во времени сгладить, мы нередко использовали, ну, например, тот же карандаш или шариковую ручку, чтобы где-то там на скучных совещаниях или скучных предметах там в вузе, в школе, что-то почеркушечки какие-то делали. Это как бы такой первый момент. Дело в том, что любые почеркушечки, они все идут из глубокого внутреннего интереса. Наш мозг с удовольствием что-то выделывает, не анализируя это, оно просто как идет почеркушечка, и приятно, и хорошо. И в этот момент получается, что нудные три часа для вашего мозга, который заинтересовался почеркушечкой, проходят, ну, побыстрее, скажем так. Вот это как бы такое субъективное сжатие времени, о котором мы на первой ступеньке немножко рассказывали. Вот это один из моментов, когда вот можно вот какими-то почеркушками выйти за пределы длительного скучного временного потока в более интересный вариант. При этом информация, которая идет в этот скучный процесс, она усваивается. Самое интересное, вот это необычное, возможно, кто-то в вузе такое ловил, такой эффект. Вот вы делаете почеркушки, время прошло быстро, но тем не менее, вся инфа, все какие-то конспекты у вас какие-то даже рабочие, и все это есть. Вот. И теперь я как раз хотел бы вам показать другой момент, который мы сейчас будем уже использовать непосредственно на карандашчике. Нам сейчас будет нужен карандаш, бумага, можно плотную бумагу, можно обычные листы из принтера взять сейчас. Вот. И начнем сейчас наше дело такие первые шаги. Они будут очень несложные, будут очень простые. Вот я сейчас переключусь на камеру другую и начну уже показывать вам вот непосредственно на нашем листочке. Итак, первое. Учитывая, что с карандашной технологией, ну, как-то у нас есть стереотип, карандаш — это академическая графика, это живопись серьезная и так далее, и так далее. И, в общем-то, как бы, ну, такая немножко овеянная ореолом такой академической таинственности этот карандаш. Вот сейчас, если у кого-то такое есть, какое-то знание карандаша, я предлагаю его в сторону пока отложить. Вот сейчас мы карандашом именно поиграем, привыкнем к нему, посмотрим, что он может у нас с вами делать. Собственно говоря, главный элемент, который используется у нас в карандаше — это штрих. Именно штриховая, как бы, такая техника работы взята во всех художественных дисциплинах. Все, что связано с карандашом — это штриховка. И вот этой штриховкой как раз мы с вами и поработаем сейчас. Работа будет очень простая. Я вам предлагаю сейчас сделать для начала простую такую штриховку, чтобы сам карандаш свой почувствовать, как он работает, если им, например, делать просто туда-сюда движение настолько сильно, чтобы не сломать карандаш, но, в общем-то, чтобы увидеть, какую он вас дает графику при, ну, таком, скажем, серьезном нажиме. То есть нажим такой не слабенький, но не сильно, чтобы сломать. Если сломаете, будете готовы заточить. Ага, хорошо. А, Татьяна, Татьяна, сейчас подойдет? Так. Сейчас я Полину переключу. Вот. И постарайтесь сейчас все делать медленнее, нежней и нежней и нежней и нежней нажим. Как бы вот именно идея такая, чтобы вот сейчас ваш карандаш начал с толстого нажима и, уменьшая нажим, делаем все нежнее и нежней прикосновения, чуть ли не под весом карандаша, а потом еще и еще и еще меньше вес, как бы уже начинаете его форсировать чуть-чуть. Вот просто посмотрите, как у вас будет идти вот этот штрих до какого-то максимального значения, которое ваша рука способна сделать. Как бы вот насколько вы можете это вывести, вот настолько это и проводите. Это простая штриховка, скажем так, немножечко вот именно для градации карандаша в плане вот его движений. Вот. Понятно, что у всех карандашики разные. У кого-то карандаши, например, могут быть очень такие прям мягкие-мягкие попасться сейчас. У кого-то они средней твердости, у кого-то, может быть, даже очень твердые. У них просто будет разный параметр вот этого начального входа. То есть вот если какой-то более мягкий карандаш, он такой очень темный вот здесь будет, то вот твердый карандаш, он сразу здесь сделает такую бледность. Это нам понадобится скоро. Вот. В принципе, любой карандаш для этого подходит. Можно, в принципе, и шариковой ручкой это сделать, гелевой ручкой. Не знаю, не всегда получается сделать это гелевой ручкой, потому что гелевая ручка часто начинает все-таки как чернильная работать. И там нажим, не нажим, но все равно либо есть касание, либо нет касания. Вот. Сама технология общего штриха заключена вот в этом простом взлете. Если так вот его просто чиркнуть, вот вы делаете просто чирк, и вот в этом чирке начало очень толстенькое, а потом этот чирк превращается в всю тоненькую-тоненькую-тоненькую-тоненькую линию. Вот на этом как бы движении простом, всю графику мира, которую вы видите, она на этом и основана. Вот этот штрих, вот всего лишь один маленький чирк. И вот из этих чирков и создают все эти красивые текстурные работы, графично передавая любой эффект. Но у нас сегодня будет внутренний больше эффект, на который я вам предлагаю сегодня и настроиться. Внутренний эффект заключается в таком простом явлении, что мы можем дать определенное сопряжение вот этому штриху. Вот я чуть попозже об этом скажу поподробнее, а пока предлагаю вам сейчас сделать такое еще одно упражнение. Можно прямо на этом же листочке. Например, сделайте вылетающие штрихи из какой-то точки общей. То есть вот точка, например, вот это будет точка, и из нее пошли штрихи в разные стороны, как ежик. И вот поворачивая листочек, увеличиваете количество этих вот штрихов в все стороны, много-много-много-много-много-много-много. Пока просто наблюдайте, что будет. Что из этого потом сделаем, я вам скажу попозже. Буду, так сказать, интригу держать до последнего. Вот, и вот такими взлетами. Я взял карандашик немножко более мягкий, чтобы у меня на камеру было хорошо видно, что я делаю. Вот именно взлетом таким, взлет во все стороны. Можно пересекая какие-то линии. Вот, и вот взлет во все стороны. Цветок, не цветок. Что-то пушистое, не пушистое. В принципе, если линии будут прямые, увидите эффект ежа. Будет эффект именно как будто ежик какой-то. Вот, если будут линии мягкие, будет ощущение, что это какое-то пушистое мягкое. Это тоже интересно, работают наши ассоциации. Вот, чтобы не было колючести, достаточно просто сделать в разные стороны вот это вот небольшое заворачивание всех этих структур мягеньких. И все. И оно уже становится более пушистообразнее. Уже становится пушистее. Тоже вот интересная ассоциация, которая идет на образ, который формируется. в простом движении штриха. Посоздавайте вот такую конструкцию. Из какого-то центра разлетаются вот такие вот штришки. Такой импульс испускания. Впоследствии я его буду так иногда называть. Испускающийся импульс. И-и. Вот и во все стороны. Если кому-то это будет любопытно, можете попробовать более сложную версию. Сделать тоже такой взлет, но коротенький. Совсем коротенький. Вот уже не такой длинный в 2-3 сантиметра, а вот буквально в сантиметр. Это будет сложнее. Но тоже хорошо дает почувствовать и карандашик, и привыкание к этим видам штриха, который потом тоже будет интересно применим. Вот. И вот потихонечку так вот попульсируете. Нашим карандашом. На таких вот пульсациях. Это испускающийся такой, из центра во все стороны. Следующий шаг, который тоже предлагаю к нему присмотреться. Все то же самое, только наоборот. Спускающийся импульс. Когда мы в какой-то центр начинаем влетать, мы отправляем все какие-то мазочки в какую-то зону центральную. Тоже можно с сильного нажима, но взлет делается именно в центр. Вы все собираете в центр. Какие-то маленькие штришки. Можно их делать неправильно, можно их делать там как-нибудь загибаете смело, но вот все идет в центр. Вот тоже сейчас пока давайте попривыкаем на этом движении. Иногда бывает проще сделать такое движение на длинных вариациях. То есть вот как в какой-то центр. Можете даже себе этот центр обозначить. Допустим, вот эта зона будет, куда я отправляюсь. Ой, спал, спал. Зона, куда я отправляюсь. И вот в эту зону отправляете штрихи. Но теперь уже получается, что у вас конструкция становится такая, ну совсем будет по-другому она. Это спускающийся будет импульс у нас. Штрихов существует огромное количество. Регулярно их как-то так часто придумывают снова. Но если так вот их рассматривать, какие существуют вообще в целом в мире, то в общем-то как-то больше останавливается народ на буквально девяти видах штриха. Бывает двенадцать. Вот как бы такой собирающийся импульс. Вот давайте его тоже. Можно еще внутри погулять, чтобы он был поп-шести. Он будет совсем другой. Если эта конструкция такая будет вся тоненькая во все стороны, то вот тут уже получается такая конструкция более, ну скажем так, толстоконечная немножечко. Два этих импульса будут нам необходимы. Я предлагаю к ним сделать небольшое, ну скажем так, ментальное сопряжение. Очень простое сопряжение. Импульс, который мы делаем раз и вылетаем вот за пределы. Этот импульс я вам предлагаю сделать именно такой вот от вас идущий импульс в мир. То есть это будет символ нашего импульса. Вот именно тот импульс, который мы пускаем, когда мы хотим послать что-то миру. Я предлагаю сейчас сделать ему сопряжение в одно слово. Это ваша благодарность. Вот этот импульс вы в мир посылаете благодарность. Мы ее посылаем. Вот даже механически. Вот делая это движение, попробуйте так для себя немножко потренировать. Благодарю. Или спасибо, может быть, кому-то проще. Или признательность какую-то. Вот вы посылаете признательность из своего существа в окружающий мир. И вы ее запускаете, вот уже вот просто из себя пускаете, как оно у вас пойдет. Но вот это именно ваша признательность. И вот этот вот штрих я предлагаю вам сделать импульсом как раз нашей признательности. Вот такой простой штрих, когда из точки взлет. Взлет из точки. Вот это вот наша благодарность. Импульс, который идет в нашу сторону, скажем так, ну или в точку, это уже ответный импульс от мира. Я могу даже вам сразу предложить, тоже в одно слово. Сопряжение будет простым. Любовь. Мир всегда шлет любовь. Мы можем от нее отключаться, мы можем к ней подключаться. Кто-то это делает через какие-то другие способы. Многие из них работают, и прекрасно. Ну, а вот здесь я вам предлагаю карандашиком. Вот если на вас что-то летит в вашу сторону, штрих из точки, вот с взлетом, это мир вам шлет любовь, а мы в ответ миру посылаем благодарность. Если ситуация такова, что, может быть, мы любовь не совсем от мира чувствуем, немножко увеличить количество импульсов, испускающих, исходящих из нас. Мы больше делаем импульсов, исходящих из нас, как благодарных, и слушаем. Вот. И даже внешне делаем, как бы вот, ну, скажем так, вот именно этот символ, когда спускается от мира эта любовь. Она всегда струится, как дождь постоянный, непрекращающийся. Об этом многие трактаты говорят. Вот. Это можно и применять. Вот. Это будет наша такая простая, ну, в наших курсах я это называл обычно смыслопись. Вот. Будет простая смыслопись. Всего два элемента, две буквы в этой смыслописи. Любовь и благодарность. Еще раз давайте резюмирую. Из точки наружу это мы посылаем благодарность. Снаружи в точку делаем штрих. Это будет любовь. Вот на этом мы сейчас будем с вами строить нашу дальнейшую работу по тому материалу, который был заявлен в нашей встрече. Перед тем, как мы к этому перейдем, я вам еще одну покажу занимательную ситуацию с карандашом, который тоже бы неплохо научиться чувствовать. Это больше чувствительность нашей руки. Вот наша рука – это орган, который чувствует. Карандаш, так уж получилось, является продолжением этого органа. В данном случае пальчики заканчиваются карандашом, и ваш карандаш теперь ощущает вот листочек бумаги через свой графит. Вот я вам сейчас и предлагаю. Упражнение будет очень простым. Это будет просто, как бы, скажем так, как линия, как будто веревочку, шнурок, бросили на пол. И вот там колечки, завиточки, и все такое, и все такое. То есть внешне это будет, например, какая-то такая вот, растакая линия, но в ней я вас попрошу иногда делать движение очень легким, 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 нежным, чтобы почти заметно не было. А иногда надавите на карандаш и снова продолжите движение. Легонько, легонько, легонько. Снова уменьшили нажим, увеличили нажим. Постарайтесь сделать это плавно. Вот здесь я сделал резкий переход. Получилась такая толстенькая сразу штучка. Отмечаете все такие вещи. И вот такая бесконечная как бы линия, в которой то нажим сильный, то нажим слабый, то нажим сильный, то нажим очень слабый, сверхслабый, сверхсильный. Ну, чтобы карандаш не сломать, конечно. Вот поиграйте сейчас с вашим карандашом, делая прием, который использовался обычно в чернильных перьях много-много лет назад. Вот когда вот именно нажимом боковым каким-то особенно делали, какие-то там венгеточки такие, переходя в тоненькие. Вот сейчас в карандашики поиграйте. Вот где-то прям толстенько, снова тоненько. Вот повыкручиваете немножко. Именно на ощущение вашей руки и карандаша. Где нажать, где очень уменьшить давление. Шариковая ручка, ну и гелевая тоже этим грешит, они все равно приучают нашу руку двигаться с постоянным нажимом. То есть нету градаций, тонкостей. Насколько влияет эта киноэстетика на наши тонкие ощущения, чувства, эмоции, мироощущения, эстетику, это вопрос отдельных томов литературы. Но тем не менее связь есть. Связь есть. Мы двигаем рукой по-разному, что-то внутри тоже будет немножко меняться по-разному. На это уже есть исследования полным-полно. И даже я рассказывал на некоторых наших ступенях, когда был бунт преподавателей какого-то штата Америки за то, что чистописание отменили в штате. Детям не надо заниматься чистописанием. Вот. А вот подняли как раз целая демонстрация. Вышел протест, чтобы вернули чистописание. Оно тоже с этим связано. Вот с этими штучками. Ощущение как бы вот жесткого, легкого нажима. Такое тоже упражнение нам пригодится. И сейчас мы перед нашим очередным заплывом сделаем небольшие... Ну, это можно назвать градацией. В принципе, да, это градация. Я вам сейчас предлагаю поиграть. Градации будут очень простые. Ну, первая градация. Она будет, наверное, самая простая. Особенно для тех, кто карандаш первый раз в руки взял. Сегодня, может быть, в этой графике поиграть. Вот. Градация в два цвета. Приблизительно. Два прямоугольничка или как бы квадратика. Поставьте рядышком. Два цвета. Два вида нажима на карандаш будет, наверное, так точнее. Вот. И один карандаш. И постарайтесь его равномерненько, насколько хватит вашего внимания, контроля. Закрасьте его. Можно не касаясь сторон карандаша, если так вот робко. Просто сделайте сейчас его каким-то одним тоном. А рядышкостями... Повторонние. Еле-еле-еле-еле-еле-еле-еле-еле-еле-еле-еле. Легонько-легонько-легонько. Я думаю, это не будет сложно. Классно. У нас сегодня и ляльки. И мамки, и ляльки. Ляльки с мамками. Вот. Следующий шаг я вам предлагаю сделать еще такой более немножко усложненный вариант, но он будет на другом, скажем так, эффекте. Три квадратика я вас попрошу сделать. Можно в любом направлении, в любом положении. Ну, приблизительно квадратики. Там не так уж себя строго. Хоть прямоугольничками их сделайте, хоть даже разного размера. Ну, вот три. Теперь будет три зоны. И эти зоны я вам предлагаю сейчас заштриховать одним направлением. Ну, в смысле, одним нажимом, но разными направлениями. Вот. Сейчас покажу, что это такое. Давайте вот первый квадратик. Нажим будет везде одинаковый. В этих трех секторах. Вот здесь будет штриховочка только, ну, скажем так, диагональная. Вот только диагональная. Приблизительно одного нажима. Вот. Просто диагональка. Второй прямоугольничек или второй сектор я вам предлагаю закрасить крест-накрест. То есть, получается, вот если здесь вот такое движение, то вот второй прямоугольничек вот такое будет крестиком. То есть, нажим тот же самый, как и в первом, постарайтесь его удержать. Скажем так, когда вы сделаете первый раз, чтобы они были почти что одинаковые. Вот практически почти одинаковые два прямоугольничка квадратика. Но теперь, если что, лесочек поворачиваете и таким же нажимом в пересечении. Один и тот же нажим, но из-за сеточки он стал более насыщенный. Вот эту наблюдалочку возьмите на вооружение. Она пригодится потом тоже нам. А вот третий квадратик. Сейчас тут будем развлекаться. Давайте немножечко обожду. Пока расскажу про третий квадратик. Он будет у нас вот так сделан, тоже как предыдущий, но потом еще вот так и вот так. Вот такая будет структура заштриховки. Можно даже сразу так и начать вот этих. Сначала вот такая штриховочка. Похожа на первый квадратик, чтобы потом она была. А потом мы начинаем пересекать. Теперь он будет на пересечении похож на соседний квадратик, прямоугольничек. А вот теперь делаем нальки еще дополнительно в эту сторону. Нажим один и тот же. Не нажимайте сильнее, чем вы нажимали на предыдущий. Постарайтесь использовать память вашей руки. Вот. Но штриховочек получается... Сколько же их вышло? Раз, два, три, четыре. Да, четыре вида штриховочек получается в разных направлениях. При одном и том же нажиме получается, что количество наслоений друг на друга тоже меняет вам вот эту вот насыщенность этого прямоугольничка. Это тоже, конечно, используется в графике очень широко. Может быть, видели какие-то гравюры средневековые, когда вот пересечениями линий сеточкой образуется более насыщенный тон на складках одежды, на рельефах тела человека. Интересные такие эффекты тоже делают красиво с помощью того, что пересекаются. Прорезка одна и та же, но из-за того, что пересекаются, получается как будто толще, насыщенный цвет. И давайте сейчас сделаем все-таки, вернемся к упражнению первому, которое я вам здесь показал, но усложним его до пяти прямоугольничков, квадратиков, каких-то секторов зон. Сделаем теперь их пять штук. Вот. И эти пять секторов попробуйте сейчас заштриховать, используя и первый вариант, и второй, который мы сейчас с вами делали, чтобы один из вас был самый темный, можно сразу поставить давайте вот этот маркер самой темноты такой вот. Вот этот прямоугольничек будет самый-самый-самый насыщенный. Вот можно даже вот так еще раз пересечение таким же нажимом сделать, двоекратным, потом троекратным, если что, и четырехкратным. Вот он такой весь, это самый темный маркер. Будет у нас с вами. Вот он самый темный. Тот, который самый пятый, самый такой пятый из себя. Его еле-еле-еле-еле-еле-еле, насколько хватит нежности вашей руки, насколько вот еле-еле прикосновения такое легенькое-легенькое-легенькое-легенькое до невозможности попробовать это сделать. Вот едва-едва-едва. чтобы просто от белой бумаги отличался, но тем не менее, вот он был другой. Вот слегка-слегка, максимально нежно. И вот теперь задача вам, вот оставшиеся три квадратика по градации, и расположить вот от этой крайности раз, вот до этой крайности пять, получается. Вот второй, третий, четвертый надо сейчас сделать постепенно, любым способом. Можно попробовать нажимом. Можно попробовать пересечением с одним нажимом, вновь пересекая друг с другом. Сразу скажу, можно сделать пересечение многократное. Я вам показал четыре пересечения, а их может быть и 8, и 12, и 10, и так далее. Как бы звездочку делать постепеннее. Конечно, это не такая сложная будет задача после всего того, что мы сделали. Вот, и в принципе, если кому-то карандаш, понравится, я бы предложил вам такие вот маленькие микроупражнения сделать уже на 10 прямоугольничков, на 12 прямоугольничков, на 24 прямоугольничков. Увеличивать. Чувствительность нашего глаза границ не имеет. Ну, а нежность руки тем более. У кого есть ювелирные весы, можно еще и на ювелирные весы положить листочек бумаги и посмотреть, какой нажим вашей руки делает у кого в каратах, у кого в граммах, миллиграммах. Вот, понаблюдать просто. Это тоже любопытно. Как меняется нажим, вот, в зависимости от того, что вот мы видим глазами нашими. Можно на бытовых весах, в принципе, поиграть тоже. Сделать такую градацию. Сделать такую. и сейчас перейдем непосредственно к одному из упражнений так кошка кошка ходит ходит всякие кошки любящие карандаши упражнение сейчас будет как раз уже как вот в подготовке того что мы с вами сегодня сделали она где-то будет похоже даже на то с чего мы начали но теперь вот я вам предлагаю использовать именно как такой маленький элемент уже с настройкой вот я сейчас предлагаю выбрать какое-то качество какое-то может быть чувство ощущение эмоцию которая ну скажем так мешает сильно мешает дискомфорт какие-то моменты там хоть даже болевые там голова может болеть там может там что-то еще там но это все что угодно любой какой-то элемент негатива любой какой-то элемент который вам не комфортен сейчас ситуация стране в том числе все что угодно вот любую любой момент который вот вот он сейчас ни к чему вам в таком количестве скажем так вот уже много вот у нас сейчас тем более еще и группа хоть и виртуально тем не менее группа 31 человек много здорово вот я вам сейчас предлагаю вот сделать такую работу мы этот негатив либо дискомфортное ощущение эмоцию качество какой-то вот именно такой элемент напряжение формируем вот именно сильным нажимом нашего карандаша и потом ведем дорожку просто ведем дорожку уменьшая давление карандаша все нежней нежней и нежней принцип здесь будет очень такой чтобы вы увидели то пятно которое будет у вас как раз символом этого негатива вы его можете сделать очень мощным вы можете сделать там ну карандаш конечно лучше не ломать по возможности но если сломается ничего экспрессия приветствуется и вот прямо вот это пятно которое будет у вас формировать символ этого элемента негативного вот она вас вот вот в пятне вот в этом пусть присутствует вот она тут есть вот это вот будет она как раз формироваться можно там даже его используя если экспрессивное такое проявление пойдет мало ли вдруг у кого-то можно даже там лучше другой стороной карандаша прям отступать это место достало просто вот постучаться вот прям туда вот выкинуть что-то такое туда вот в это пятно чтобы оно было максимально тотально вот вот негативное вот это оно это это вот то что сейчас ну мешается мешается для того чтобы как-то развиваться и и все остальное вот и дальше это пятно мы начинаем плавненько плавненько не спеша уже в любую сторону делаем эту дорожку уменьшая нажим на карандаш вот тут уже никаких наводок не надо вы только наблюдаете глазами и контролируете нажим вашей руки то есть мы уже сбросили вот эту точку негативную негативную и дальше фактически плавно 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 из нее начинаем выштриховывать более светлую путь ваши глаза просто наблюдают спокойно то что выход все-таки вот он пошел какой-то если это негатив то вот это дорога движение к свету в данном случае здесь очень простая программа идет подсознание что выход есть его не надо никак усиливать здесь он просто есть нашему больше не надо вот он есть и уже хорошо все и мы его выдвигаем 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 сделаем все нежнее 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 насколько хватит вашего карандаша насколько будет ваша легка вот эта конструкция руки можно его вести какой-то там красивой волной можно и задвигать просто прямо как луч нежнее 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 еле-еле касаясь почти не касаясь бумаги слегка летая над бумагой и даже несколько моментов пройтись почти не касаясь бумаги вообще в воздухе элемент вот именно такой что вот все легкость вы из тяжелого чего-то проторе ли тропинку легкости и света в данном случае получается это получается световая структура это несложное упражнение абсолютно его можно делать в принципе в любой ситуации в любом моменте конечно вот я об этом всегда говорил и сейчас тоже повторюсь подобные шаги чтобы протаривать дороги вот мы сейчас сделали маленькую вот эту протопку этой тропинки но она зарастет скажем так если и больше не ходить по ней и вот в любой элемент артерапии на этом построен что надо пройтись еще надо пройтись еще протоптаться чтобы эта тропинка была же четкой к целебному какому-то источнику целебному какому-то месту так и наша нейронная сеть они тоже вот повторить любят и в принципе да что привычка возникла надо 21 повтор сделать но чтобы ее закрепить 21 раз маловато привычка до сформируется но она также потом и зарастет вот если 21 день тренировались то в течение 21 дня на обычный зарастает вот если надо чтобы она уже осталась навсегда тут уже есть серьезные рекомендации те кто исследовал эти вопросы делать это но не меньше хотя бы трех месяцев это так вот если надо очень жестко и установить а так хотя бы месяц хотя бы течение месяца вот уже формируется не просто привычка а формируется уже не убираемая какая-то структура она уже как путь в данном случае даже просто как креативное решение выхода из ситуации которая в данном случае тупиковая это тупиковая ситуация выход вот даже вот эта информация она все равно формирует притяжение последующих каких-то событий появление притяжение появления каких-то людей притяжение каких-то ситуаций энергетических что там что-то произошло что-то сдвинулось лопнулась вышла вот куда-то вот вырвалась и так далее вот это как элемент именно такой маленькой нейронной программки которые мы себе вот сейчас протоптали вот если такое по черкушку делать я думаю она занимает буквально полторы-две минуты то даже на этой по черкушке вы можете увидеть как меняется вот какое-то вот именно то что мы здесь вот положили это обнаружить как раз можно очень довольно быстро ну и перейдем к нашему главному элементу я вам сейчас предлагаю уже перейти непосредственно к нашему так вот здесь у меня вот мой экран сейчас я такого тоже поудобнее по центру и так здесь мы сейчас с вами будем делать элемент ствола дерева сопряжение будет очень простым то что сейчас здесь будет находиться это непосредственно ваш позвоночник вот пусть ваш сейчас как бы разум ум как бы с этим с этим успокоится что тут будет наш позвоночник вылить он будет в виде ствола дерева кто подзабыл ну или так вот чтобы так для наводки более четкой позвоночник имеется ввиду от копчика до места крепления головы вот тот позвонок который цепляет на затылке наших головушку то есть это непосредственно именно наш только спиной мозг вот только его мы сейчас будем здесь вот как бы ставить чтобы он пошел нас здесь красиво в небо голову рисовать не будем пока вот от кельку до ноги тоже пока трогать не будем вот только позвоночник непосредственно в этом позвоночнике когда мы будем его создавать я вам тоже сейчас сразу рекомендую эту структуру для себя может быть это с рядышком так слегка и обозначить вот это ваша картинка например где будет только позвоночник находиться вот только ствол до и элемент который здесь будет в нижней части это будет крестцовая зона общиком завершается скажем так внизу картинки это 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 и будет ваш копчик вот соответственно шейный отдел верху вот эта зона будет у вас именно связано с шейным отделом вот что у нас там еще есть грудной конечно грудной отдел наш по ее шиньки тоже будет находиться и вот этот вот поясничный ценный отдел вот 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 зона пока предлагаю такие выбрать специалисты кто по позвоночнику работают можете вплоть до 3 до для всех до всех позвонков прям вот зовут зоны всех позвоночков здесь вот разбросать даже так это можно и это сопряжение принимается нашим мозгом как в данном случае такая своеобразная вот местная игра вот в этом упражнении вот здесь мы это делаем так это у вас крестец вот самый копчик вот и вот поясничка грудинка и шея вот неважно сколько какие они размеры какие они там такие забавные там нюансы такие уже незначительные но когда мы это дерево будем запускать штриховку по этому древу вот тут вот тут все внимание как раз на то что у вас как раз вот если вы делаете штриховочку здесь это вот ваш крестец вы находитесь в крестце мы делаем штриховку с крестцом переходим на поясничку нашу вот сразу внимание на поясничку здесь если хотите во всей красе это упражнение словить я вам рекомендую может быть даже вторую ладонь положить как раз на то место которое вы сейчас штрихуете чтобы еще больше было сопряжение чтобы еще лучше вы чувствовали это место дамы графику делаем тут но в это время ощущение вот этот там по спинке себя можете даже похлопать если там если что так вот вот там сейчас работаю карандашом если достаточно внимания непосредственно просто мыслительного ментального что я там хотя вот здесь вот работаю вот пошел переход мою поясничку вот здесь вот как раз прогибчик пошел этот наш любимый вот я вот здесь как раз и все ощущение вот с вашей спины тоже переносите вот как вот сюда если у кого-то что-то вдруг мало ли побаливает там покалывает там где-то еще тоже когда будете штриховать вот еще больше внимания вот на это местечко через карандашик там допустим вот там в грудном отделе там какая-то . вот и и сейчас вот в этом месте еще более внимательно еще более основательные и я здесь напомню вот эту нашу азбуку смыслописи вот этот взлет у нас с вами благодарность вот это вот у нас любовь простая звука как бы из точки в сторону это ваша благодарность испускается когда мы будем делать потом сверху вниз это будет любовь вот начальные штрихи я предлагать вам буду как раз вести именно снизу то есть сначала мы поблагодарим даже ту боль которая если у кого-то в поясничке где-то лежит даже эту боль надо поблагодарить найти смысл это сделать что это необходимо что это вот такова данность что вот что-то такое происходит звук выключено нас вот и вот все пройтись вот по всему нашему этому стволу надо будет снизу до самого верха когда мы до верха дойдем вниз мы будем спускаться уже вот этим штрихом как раз который символизирует нашу любовь любовь вот такая будет работа на нашем литым листочке основном я вам сейчас как раз предлагаю выстроить вот этот ствол очень простой просто только ствол здесь мы не будем делать никаких от элементов пейзажа это только ствол мощный сильный можно а 5 если хотите можете сделать на 4 но это уже у вас работа до вечера будет наверх уже заготовлено вот на на 5 я думаю мы сейчас успеем сделать это все вместе даже вот для себя еще раз уточните вот я вам пока предлагаю четыре зоны шейная зона грудная зона поясничная и крестцовая вот вот как вот эти пока территории вот и по ним будем сейчас это заполнять в этой графике единственное что мы будем использовать из мира художественного то что с одной стороны я делать чуть полегче нажим чтобы у нас была иллюзия что ваше дерево освещается вот ну какую-то сторону возьмите более светленькую например вот я вот здесь возьму более светленько вот и соответственно противоположная сторона будет просто больше вот этих вот нажимчиков на карандаш можно за счет нажима и начинаем подниматься снизу от корней нашего древа это крестцово-поясничная зона внимание вот как бы карандаш и гуляет здесь а внимание ваше на поясничку туда вот на крестец вот туда посылайте благодарность сейчас вашу это движение благодарности ваши спасибки что влились туда в ту зону ваша признательность этому кресту на него такая серьезная опора идет со всего места нашего вот вот там где вас будет потемней это можно делать понасыщеннее там где вас будет посветлее там понежнее просто движение те же самые а взлет хотел сказать кисточкой взлет карандашиком более нежный более легкий это вот наша как раз поясничка ой нет крестец поясничка как раз вверх уже мы поднимаемся когда там уже пошла поясничная зона тоже благодарность этой зоне это наш амортизатор поясничка это практически наша рессора рессора позвоночника вот ей эту благодарность при каждом шаге именно поясничка делает амортизацию всех ударов прыжков первая рессора скажем так тоже и благодарность и вот каждый штрих вот какое-то такое внутреннее чувство вот этого когда вот есть так по наивному говорить по-детски это как как спасибо посылаем много-много спасибо каждый штришок это какое-то спасибо есть так вот просто по ощущению признательность вот что у вас есть вот это вот она есть и она вам очень нужно и она необходимо и без этого мы никак это признательность такое вот нотки признательности и внимание соответственно туда же вторую ладошку можно даже положить на это место особенно если у кого-то там какие-то есть активные процессы прям туда вот вплоть до кинэстетики второй ладони пусть она там ладошка греет вам это местечко внимание ваше туда направлено и в то же время на карандашик на ваш как бы такое раздвоенное небольшое внимание синхронная поднимаемся потом грудному объекту отделу за грудная зона грудная клетка там же этой лопаточки можно принципе также вот проштриховать и тоже спасибо благодарность теплота внутренняя какая-то вот и и шевелить изо всех сил образ сильного дерева мощная красивая разлитая сила вот каждым стрихом закладываем наше спасибо спасибо и переходим там кто уже там готов можно уже к шее подойти это первый проход когда к шее подойдете мы начинаем двигаться вниз но там уже будет второй элемент который как раз я вам и говорил это штрих будет уже вниз спускающийся сверху штрих штрихом тоненьким вниз это нас будет и на символ любви именно именно соки неба можно так назвать соки мироздания вот именно вниз движение это та любовь которая всегда идет на ответ благодарности и там мы тоже начинаем делать с нашей шеюшки шейной части взлет именно вниз легкими взлетиками прогуливайтесь по светлой стороне более можно так слегка слегка нажимая по темной стороне нашего ствола кто знает законы цилиндра можно по законам цилиндра там делать более темный такой элемент чуть дальше от края ствола чтобы край ствола темный был более чуть посветлее с моментами рефлекса но это все так уже как по вкусу вот главное чтобы вот у вас была вот эта вот структура полностью прокрашена ну прострихована движениями любви сверху вниз и движениями благодарности снизу вверх вот это как бы главный акцент наш ум был свидетелем что вы делали это движение вверх вниз вот такой вот и мы делали это сопряжение что такой штрих у нас вот это означает такой штрих вот это означает и вы это все провели вот смотрите чтобы ствол у вас был крепкий мощный сильный чтобы вот ним вот видно что ты его ураган ничего с ним не сделает что он будет крепкий и дальше такой хорошенький можно его ровненьким сделать прям как колонна можно сделать его немножко таким узловатым слегка так чтобы он у вас гулял по-разному так немножечко это все уже личные нюансы вот и сейчас немножечко о особых направлениях как бы главная работа в принципе общая такая вот готова но в ней есть нюансики вот я сейчас по ним пробегусь быстренько один из нюансиков например но он больше касается таких уже особых ситуаций например вот если это упражнение использовать как такая помощь быстрая что-то прямо резко так мешает там в позвоночнике в какой-то там зоне можно сделать очень такой элемент ну скажем так направленного внимания у нас ведь внимание так устроено вот я это не раз говорил куда вы его направляете ваше внимание та часть у вас обильно приливают и кровь и энергия там в клеточный метаболизм более активный и катаболизм тоже там очень такой усиленный в общем там все очень так хорошо начинает шевелиться когда мы туда направляем внимание и вот допустим ну давайте возьмем такой пример где-то там у вас в позвоночнике если вдруг когда-нибудь что-то там заболела там сильно сильно а остеопата близко в помине нет вот такая там что-то там может быть подорвали слегка какую-то связочку или подстуд какой-то сделали вот как конкретно в той зоне приблизительно где он находится у нас с вами вот поясничка здесь крестец здесь грудинка здесь но где-то там защимила вот там где защимила можно поставить точку вот этого за щима вот что-то защипыла прям вот в этом месте вот эту точку прям такого п口атте немножко карандаш какому что там как то дискомфорт комфорт в пояснице, там или где-то в грудинке, или еще где-то, вот приблизительно в той локализации, вот по этим зонам, где вот мы с вами разбивали вот эти все градации, где-то вот там, например, вот на границе поясничного, грудного, вот эту я точку поставил. И теперь начинаем ее обволакивать с двух сторон нажимными такими прям движениями, вот обволакиваем вверх благодарность этому месту, вниз спускаем движение, как бы такой вот, как бы делаем намек какой-то заросшей такой коры, сеточку, любовь сверху, снизу вверх благодарность, и вот как бы образуем такое вот, как бы место, которое затягиваем, можно так вот взять эту информацию, мы как бы затягиваем ту точку, которая, ну скажем так, причина дискомфорта. И после этого еще можно дополнительно вот как бы эту точку перевести потом в элементы коры, тоже в коре более сильными нажимами, причем кора ведь она будет и на светлой зоне, и на темной зоне, и вы прям чешуйками коры плотненькими укрываете вещь в ваш ствол, защищаете ваш ствол, это защита, это от невзгод, это от стрессов, это от перегрузки какой-то, вот прям чешуйками коры, я вам сейчас предлагаю чуть более сильными нажимами карандашика по вашим штриховочкам погулять, но чем дальше вы уходите в теневую зону, там можно нажим делать посильнее, там где вы переходите в светлую зону, там чешуйки вот эти вытянутые, можно делать понежнее чуть-чуть, более легенькими. Именно информацию защищаем, исцеляем, как бы укрываем наш позвоночник от каких-то перегрузок, даже просто какой-то, может быть, гиподинамические какие-то, если процессы пошли, слишком там много, ну, как бы таких неподвижных, может быть, поз рабочих, много приходится сидеть, тоже какая-то, может быть, статическая напряженность, вот, вот даже вот этим можно вот упражнением так слегка-слегка себя информационно, слегка-слегка так подправить. Конечно, это не заменяет даже обычной гимнастике, конечно же, но информационно-энергетически это можно сделать такой вот именно как быстрый сброс, вот, ну, а потом уже, когда будет время и возможность, уже гимнастикой это усилить, специальной гимнастикой. Но, тем не менее, как вот такой вот элемент можно сделать будет. Если пойдете делать эту кору, то ее можно уже до самого верха, вот эту защиту, заложить уже до самого верхушки. Именно как защита нашего позвоночника от всего ненужного. Опять же, я пока взял позвоночник именно как такой элемент костной структуры, но вначале я говорил, что головной мозг мы не трогаем, голову мы не трогаем, а вот больше спинным мозгом занимаемся. Это нервная структура, проводящая все импульсы по всем частям тела. Поэтому можно спокойно эту же модель использовать для каких-то там, ну, моментов, если там пальчики мерзнут, стопы мерзнут, вот именно через это дерево увеличить потоки конкретно в конечностях. Ну, такая бывает ситуация, что, как бы, кровь не очень активно бегает, но если вы внимание туда посылаете, то вы можете уже нижнюю часть, это как именно наши стопы, вот туда вот отправлять внимание. Прошу прощения, так у меня картинка зависла. Так у меня зависла, по-моему, камера. Сейчас, секундочку, я быстренько затестирую, что там такое у меня. Так. Сейчас, секундочку, я посмотрю, что там у меня с камерой. Так. Угу, 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 угу. Угу, все, камеру восстановил. Все, да, есть. Камера отключилась ненадолго. Вот, ну, и, в общем, возвращаясь к тому, что я сказал, то, что мы сейчас сделали именно такую систему позвоночника, как кости, вот, если говорить о позвоночнике, как проводить, проводители нервов, нервные части, то практически все вот эти зоны мы просто меняем уже на непосредственно те зоны органов или, как бы, физических наших членников, которые как раз сопряжены с какой-то зоной. Если ноги, то это нижняя часть, конечно же. Если какие-то там ребра легкие, там тоже ближе к грудной отделу, как раз уже реберно-легочный. Вот, если какие-то элементы там, кишечные, это вот поясничная зона, то есть там, где они находятся, вот туда мы и тоже так же можем перенаправлять внимание. И подобные упражнения тоже способны, вот, только уже внимание будет направлено непосредственно вот об этих органах, и мы делаем те же самые процедуры. Наше сознание так устроено, что мы можем с помощью каких-то рисуночных элементов направлять наш фокус внимания именно в те части, которые требуют какой-то, ну, скажем, того же внимания. Если это делать с помощью самых простых информационных потоков, как любовь и благодарность, это, скажем так, полностью все снивелирует любые другие способы воздействия. Вот. Ну, а в целом, ребята, то, что сейчас мы сделали, сейчас как бы это самая такая, ну, и изюминка с одной стороны получается всего вот этого направления, которое можно обозначить как артерапевтическое, одно из, по крайней мере. И в то же время, вот, ну, скажем, такая и скорая помощь, получается, можно сделать шустренько, быстренько, не говоря о том, что развивая потихоньку вот эту графику, можно сделать уже и интересные сюжеты. Самые главные элементы, которые оттачивают нашу руку, я вам показал. Если их периодически тренировать, то, в общем-то, рука начинается на это чувствительной, гиперчувствительной даже немножко и проводящей ваши импульсы душевные, эмоциональные до каких-то частей тела, которые у вас будут там находиться. Я вам сейчас предлагаю закрепить еще такой момент. Еще раз, ну, как бы у нас все равно есть один тугой товарищ внутри. Он называется Ум. Ум очень такой тугой товарищ. До него доходит обычно все так не с первого раза. Это абсолютно нормально. Не Ум бы был, если бы такое не было. Поэтому я вам сейчас предлагаю еще раз легким штришком пройтись вот по нашей вот этой всей конструкции, которую вы сделали, но штришком именно сверху, снизу вверх, снизу вверх. Еще разочек пройдитесь, прогуляйтесь и не с поколками вашей благодарности всем моментам, которые у вас, вам дарит спина. Вот есть у вас спина, вот она вам много чего дает. Вот. И вот сейчас еще раз пройтись карандашом. Я вам предлагаю снизу вверх по вашему вот этому, ну, хотел сказать, столбу древа, в данном случае столбу позвоночника. Еще раз прогуляться. Можно изменить как бы конфигурацию, пройтись по спине, как по спинному мозгу. То есть это все ваши нервные импульсы, это все ваши проводные структуры, это ваша практически электросеть, мягко говоря, так, если попроще. Вот теперь ей тоже уделить внимание, тоже вот пройтись благодарностью по ней. Вот я пока попробую поработать другим способом, с помощью уже... Дмитрий, Галина в чате спрашивает, а карандаш вверх линии. Напишите, как это вообще интересно. Дмитрий, ты меня слышишь? Я такое трансляцию еще не использовал. Только в концерте с оборудованием так работали. Вот и вот попробуйте сейчас настроиться на все то, что вот... Дима, ты нас слышишь? О спинном мозге. Дима, ты слышишь нас, нет? О, еще одна есть у нас. Дмитрий, ты слышишь? Он нас не слышит, да? Да, по-моему, сейчас узнаем. Сейчас узнаем, что там такое. Тоже в основном порог благодарности. Дмитрий, ты слышишь нас? Дмитрий! Когда идет благодарность... Друзья, подождите, Дмитрий не слышит, поэтому сейчас я в этот момент знаю, уточню все. У меня такое. Взаимосвязано. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дмитрий вопрос Спасибо на каждый штрих Или вот так растянуто Дим, если получится, конечно Это идеал бы на каждый штрих Как мантра Вот именно как мантра Пошли сотнями эти мантры гонять Это был бы идеал, конечно, с одной стороны По крайней мере, ум попался бы в ловушку Он бы начал в какой-то момент возникать Потому что это глупое занятие Такое, в общем-то, где-то Сколько там штрихов? Ну, там, наверное, штрихов было Ну, несколько сотен точно И на каждый штрих делать Вот этот вот посыл благодарности Ну, сложновато Но если поймало состояние Вот бывает так, что вот состояние Спустилось к благодарению Какого-то внутренней признательности То штрих всего лишь Это уже как внешняя форма На которой можно уже не циклиться Вот есть эта благодарность Уже хорошо И она уже и льется, и пусть льется Вот в этом плане Как бы можно не делать механически Хотя, если разум Такой крепкий, мощный Тут, как в мантрах получается Вы заставляете себя гонять Эту штуку Но если внутри это состояние произошло Смысл гонять уже нет Ребят, если вопросы какие-то есть Включайте там микрофончик у себя Бывает так, что да Сначала надо продавить наш мозг Как бы такой лавиной Вот этого упражнения Чтобы мозг, как бы, скажем так Ну, мягко говоря, заткнулся Затих Угомонился А потом оно уже легко Даже вот просто два штриха сделал С благодарностью И оно уже так вот Как-то так раз И уже легко Оно уже идет Само ощущение, что ли Очень похоже на технологии Которые используются Уже в таких духовных Религиозных практиках Нашей планеты Все, наверное, сейчас Евгения завидуют Которая вышла во двор И села в качельке Так, хорошо Мы не стали во дворе Проводить трансляцию Чтобы это Не так было Да ладно, а почему Было бы приятно Я думаю, всем Чего договорить Ну, хорошо Хорошо Мы что-нибудь подобное Все равно будем проводить Выйдем на улицу Про представительщую дендру Спрашивали Расскажи, пожалуйста Поподробнее Дендра Будет за курс Да Дендра Это программа Уже такая будет Более Ну, скажем так Для качественной работы Чтобы закрепить В наших Скажем так Тонких структурах Но там будет уже Скажем так Все тело будет включаться То есть наше дерево Которое мы будем использовать Для этой модели Оно будет практически Работать как модель Всего тела И руки, и ноги, и голова И нервная система И кровеносная система И вот потихонечку Мы будем подключать Все туда И, наверное Если так вот Как бы так кратко Кратко не получается Ну, попробуй сейчас Основные этапы сказать Один из этапов Который мне Желательно Чтобы он у нас прошел Легко и Красиво Чтобы если какие-то Уже есть повреждения Вот именно Повредительная часть Уже произошла Ментальное повреждение Потому что нам Сейчас очень так Как это красиво Так полноценно И устроит для нас Чтобы повреждать Наши импульсы мысли То есть Когда мысль Формируется В деструктивном потоке Даже если вы От нее изолируетесь Все равно Вот этот поток Он льется постоянно Везде Вот как бы От него Слегка Отчихнуться Уравновесить Его другим Со всем потоком В котором Закон развития Роста И движения К свету Все равно Является доминантой Это у дерева Ну, скажем так Для дерева Это религия Двигаться От корней Вверх От росточка Вверх Вот оно Движется К солнцу Это вот первое Приключение Вот если есть Повреждения ментальные Мыслительные Чтобы это не пошло В тело Впоследствии Потому что Телесное Повреждение Вот даже от того Что люди Изолированы Это уже Что-то делает Нехорошее Можно психологически Это все обосновать В принципе Моя специализация Это позволяет сделать Но я бы не хотел Вдаваться В психологические термины Это будет уже Немножко такое Вот Но штука Очень нехорошая То есть Находясь В замкнутом пространстве Даже с мыслью о том Что нельзя Вот просто Вот мы можем нарушать Но мы знаем Что нельзя Как бы Нам сделали Такое вид Что нельзя Это уже меняет В психике Некоторые делают Модули Которые могут Потом выскочить И в тело Вот это Это одна часть Вот Вторая часть Это непосредственно Уже сделать Скажем так Модули Можно так назвать Модуль Нашей нейронной цепочки В том Что Внутри Все идет В рост В лад В гармонию В природном цикле Сейчас весна Сокодвижение Вот если так Брать аналогии С природой Матушкой нашей Вот Где-то уже цветет Все подряд Где-то уже Цвело Уже плоды пошли Где-то так Это началось Березовый сок Вот образно говоря Уже капает С веток Вот этот эффект Синхронизация С природой С природой Который Который мы Выйти не можем По каким-то причинам Вот Не все живут В природе Вот Вот этот эффект Как бы Информационно Внести в свою жизнь Это еще одна Из задач Получается Получается Это может нас прокатить Немножко на этом лифте Если к нему подключиться Вот Вот это одна Из тоже частей Ну и В дендоре Мы еще будем работать По нашим психоцентрам Ну если так попроще Чакрам Можно их использовать Это значение Вот Почему там вот это будет 28 Мы будем 4 раза Проходиться По всему нашему Вот этому столбу Чакровому Энергетическому Можно назвать Вот Пройдемся Для закрепления эффекта Где-то там будут Похожие Структуры И элементы Но Изюминкой будет еще то Что мы это будем Будем закреплять Чтобы это стало Не просто привычкой Какой-то там 21 день А вот именно Чтобы это У вас осталось Уже с вами Практически Ну как ваша данность Как часть характера Там так Привычка Трансформируется В характер Вот Нам этот характер Как раз Вот мы и сформируем Какой-то особого И стойкости И какой-то особый Такой внутренний Ну скажем так Это получается Как иммунитет Психический иммунитет Ну так это обозвать Еще Психологический иммунитет Вот на ту инфу Которую нас сейчас Со всей планеты Льют Дмитрий, а можешь Рассказать про материалы Какие подготовить Надо к курсу Если говорить о идеале Какие материалы То идеал материалов Это плотный лист бумаги 10 на 10 сантиметров Чертежный Обычный чертежный ватман 10 листочков 28 листочков 10 на 10 сантиметров 10 на 10 сантиметров 28 листков И какие-то краски Водорастворимые Это акварель Это акрил Это гуашь Все подходит Любая из этих красок подходит Если говорить Такой лайт Лайт-версия То бумага Хотя бы пища Как бы если чертежный нет То пища Бумага из принтера 10 на 10 И хотя бы Гелевые там ручки Шариковые ручки Фломастеры Тоже подойдут И карандаши Тоже подойдут Это вот такая Облегченная версия Просто чем хорош Вариант красочный Наш глаз На краски реагирует И не воспользоваться Этим таким Классным подспорьем Ну даже как-то Немножко досадно Это хорошая штука Поэтому можно уточить Краски у детей Можно уточить Краски у внуков Можно Акварелька пойдет Обычная школьная акварель Детская акварель Детсадовская Ясливая акварель Хотя бы 7 красок Чтобы там было Каждый охотник Желает знать Где сидит фазан Нам вот эти нужны Некоторые из них Можно сделать Ясно Благодарю Дима Дима Аллергии Лечить будем Кого Аллергии Весенние На березу Лечить будем Можно это сделать Можно это заложить В информацию Я там Буду как раз Дендри Говорить о том Что сейчас актуально В данной ситуации У каждого человека Есть все равно Какие-то свои Моменты Эмоциональные Физиологические Психологические Любого характера Энергетические На крайний случай Вот их можно взять Как своеобразное Такое вот Как это На тарелку Этой практики Положить вот это Качество Чтобы с ним поработать Тогда наш ум Еще лучше увидит Как это происходит Понятно Можно какое-то Намерение Какой-то проблемы Кстати Выложить Чтобы оно было Вам для решения Как-то сдвинулось Какой-то Ну какой-то момент Ситуации жизненной Вплоть до работы Там я не знаю Потому что там все равно Все цепочки Все связи Будут выстраиваться Как внутри вас Так и внаружу То есть вы это Выстраиваете Практически дорожки Это как ветки Вот этой дендры Почему дендры тоже Это именно как тропинки Дорожки Вот этих вот Веточек дендритов Которые образуют Пути Движения энергии Пути Выхода Вот в этом плане Даже может Так знаете Для рекламы Так этой дендры Вот в первом Мультике Аладина Там когда он Его засыпало В этой пещере Сокровищ И там Джин ему говорит Такой там В случае Там непредвиденной ситуации Запасной выход Там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там Вот дендра Как раз Это много веточек Которые делают Куча-куча дорожек Выходов чтобы наш мозг был спокоен что можно выйти как бы одна из таких хитреньких таких замаскированных задач дендра чтобы он стал поспокойнее а спокойный ум легче найдет ситуацию как выйти даже в самой такой пиковой панической ситуации когда он просто не может соображать потому что он в панике вот даже вот этот момент если он озабочен чем-то может не паники а просто он он озабочен его гнетет какая-то дума тяжкая дума тяжкая тоже способна переключаться на более легкую и тогда понятен более выход вот как 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 что-то можно решить как что-то можно сделать либо ситуации просто нечаянно вдруг происходят какие-то памц и что-то получилось хоп и неожиданно вот не думал не гадал оно случилось так что вот вам это сложилось выйти из этого момента вот самые разные тут уже я бы хотел чтобы у нас была более открытая в этом плане обратная связь потому что там смотрите это очень необычно красиво элегантно происходит когда это работает практически но по крайней мере какие-то моменты вот мы когда вкладывали намерения какие-то в наши картины в наше занятие вот но вы видели и по отзывам у нас в группе наверняка уже знакомы что там происходит вот не ждал не гадал оп получилось и материализации как это ментальных идей через картину в жизни но с одной стороны как волшебство с другой стороны какая-то похожести технологии а длительность занятий каждодневных с каждодневные занятия у нас будут в диапазоне от 15 минут до часу людей разное есть время вот скажем так можно порисовать целый часок и и и и хорошо а может какие-то упражнения будут очень такие шустренько быстренько самую суть сделали а потом обижать надо примеру дима что ты уложился в 15 минут можно там фишка в том чтобы именно сделать в течение 28 дней хотя 15 минутные ситуативные вкладывание информации как вода камень точит вы можете пока под немножко капельки воды чтобы они накапали в какой-то момент и уже хорошо это можно сделать быстро это можно немножко растянуть просто у всех разные периоды есть времени хоть мы как бы и по домам но тем не менее забота дела есть и все такое ну да вот два человека ждут запись сессии потому что кто-то в америке у них ночь и завтра послезавтра у нас начинается у нас послезавтра да начинается уже сессии и мы еще планируем все-таки открыть группу вот так для обратной связи органируем чат в ватсапе чтобы быть на связи кто будет в дендре да да вот это вопрос да дендра у нас в ватсапе будет также в зуме или как в зуме в зуме но у нас будет на всякий случай чат в ватсапе чтобы если возникли вопросы вдруг при этом будет каждый день запись запись какие-то встречи я буду заливать в облако и всем участникам будет ссылка вот если вдруг не успели то потом уже посмотрели ну и когда соберемся уже группой там нас пока около 25 человек мы я думаю обсудим по поводу интервала времени сейчас мы ориентируемся на 8 вечера но может быть если там всем удобнее мы его перенесем кому-то может быть удобнее правда утром занимались а или там если не успели то вечером уже по записи ну всех спросил 8 это хорошее время вот вот у нас есть возможность сейчас слава богу это сделать несколько потоков временных по кисточкам тоже вот был вопрос я вижу в записи тут у нас кисточки сами кисточки лучше конечно чтобы одна была тоненькая самая такая тоненькая второй номер красивая тоненькая остроконечная вот одна кисточка будет нужна но будет если первый номер но тоже хорошо и и какая-нибудь широкенькая синтетика мягенькая можно акварельную кисточку толстенько если у кого-то есть с акварельных времен тоже пригодится вот но про запись онлайн уже сказала полина будет и запись тоже мы мы предлагаем сделать какую-то ватсап группу по этой теме чтобы быстро обмениваться и обратной связью какими-то моментами вот слушайте а вот насчет утра это действительно может быть интересней потому что сейчас все дома сидят у меня утром и дети занимаются поэтому может быть как раз параллельно с детьми разбежаться и потому что вечером лучше там что-то делать готовить уроки там ну да у детей тоже есть компьютер если компьютер нет если один из синюю то другое дело может проголосовать за время там предложить какие-то варианты у нас разные группы которая сформирована именно на дендру это же другая пока встреча поэтому там еще кто сегодня то есть мы про дендру сейчас не ну хорошо ну здесь мы только да ее обсуждаем что это ребят если какие то вопросы есть потому что мы сегодня сделали если какие то может нюансики у вас есть напротив вашего имени в нашей группе значок микрофончика вы на него нажимаете можете сказать что нибудь если какие то есть идеи вопросы и так далее по трансляции там может быть что нет сегодня все нормально было без всяких сюрпризов да мне кажется сегодня хорошая связь и связь хорошая без всяких зовут демокрэн демокрэн